всем привет с вами дмитрий урцул и в сегодняшнем видео хотел бы поговорить на такую тему который иногда поднимается в обсуждениях особенно нашим telegram чате что в лоджике часто многие по неопытности пренебрегают уровнями с которыми они работают и в конце все это приводит к некоторым перегрузом и так далее но почему это ну собственно никого прям так сильно не смущает а все дело в том что logic работает внутри себя то есть внутри микшера внутри дорожек в 32 битах с плавающей запятой и более того еще logic использует суммирование high precision 64 бита то есть это еще более высокий динамический диапазон и соответственно это приводит к хорошему суммированию без искажений кстати я видел аналогичные тесты аналогичные тому которые сегодня буду здесь в этом видео проводить чтобы вам наглядно показать как это работает видел такие тесты с другими секвенсорами с про тулсом и там все ну скажем так печальнее чем в лоджике ну об этом я еще расскажу значит в чем суть сейчас сразу поясню что здесь происходит значит у меня есть открыт микшер у меня есть две аудио дорожки на которых у меня установлен тест осциллятор я выбрал частоту 432 просто обычная синусоида чистая но эта частота такая не особо противная поэтому будем использовать ее но это на самом деле работает на любой частоте и как тестовый такой скажем контрольный для эксперимента контрольный осциллятор у меня второй вот этот вот тест 2 сейчас вы поймете как я и что буду сравнивать значит у меня смотрите вот эта шина на которой идет вот этот первый тест 1 она как бы является компенсационной шины ты что происходит у меня задача эксперимента в том разогнать максимальную громкость внутри вот этого канала 1 вот этой аудио дорожки и мы видим что у меня вот эта дорожка она идет сперва на вот эту шину bass 1 а потом уже приходит на стерео выход но стерео выход я сделал потише просто чтобы видео сильно тестовые сигналы не долбили по ушам то есть у нас все равно все будет здесь минус 6 то есть также как и стоит фейдер поэтому по сути я буду находиться в нуле то есть вот эта шина которая у меня на которой мне идет первый тест она как бы является компенсационной для вот этого канала то что это значит если я открою сейчас тест осциллятор 1 и мы видим что я здесь разогнал на 6 децибел то есть выход с этой дорожки вот так она мне в нуле стоит будет плюс 6 децибел то есть это уже перегруз это уже выше 0 децибел то есть уже скажем так плохо но здесь как бы уже на следующей дорожке куда приходит этот сигнал я поставил плагин гейн который как бы компенсирует и делает минус 6 то есть чтобы мы в итоге в конце концов все слышали все равно в нуле мы не слышали каких там громкостей резких и так далее то есть чтобы мы на выходе и напоминаю что в лоджике мы слышим все что происходит лоджики вот с этой шины потому что здесь происходит она там может как бы все что угодно происходить нам наша задача что к нам приходит в итоге на наш стерео выход так вот стерео выход у нас приходит с этой вот шины с со 2 и соответственно от после вот этой цепочки плагинов поэтому что происходит здесь нам для наших ушей скажем так не так главное то есть нам это важно только то что приходит на стиль выход ну и на всякий случай это уточнил а если вдруг кто не совсем понимает почему все так вот сложно так вот значит у меня идет компенсация и я просто для удобства сделал вот такие пары плагинов то есть у нас следующий плагин вот здесь в левой цепочке разгоняет еще на 24 децибела то есть у нас было там плюс 6 еще до 4 то есть то есть это еще плюс 30 децибел и здесь его пара она как бы опускает на 24 децибел и у меня вот здесь еще несколько копий таких плагинов таких пар есть то есть левый плагин увеличивает на 24 децибела правый ослабляет на 24 децибела и вот такой парой мы делаем и таким образом что ну как бы по идее должно было случиться то есть по идее у нас должен возникнуть здесь цифровой перегруз выход с этого канала должен уже уйти в жут жуткий клиппинг и как бы мы бы чего бы здесь не делали по идее уже мы должны в любом случае получить грязный искаженный сигнал потому что у нас происходит цифровое искажение уже вот здесь на уровне между вот этими плагинами но как я уже сказал в начале ролика в лоджике все довольно хорошо с этим и сейчас мы в этом убедимся на практике это немножко спойлер делаю в общем лоджике мы никаких перегрузов не услышим они будут только в том случае есть у нас на стерео выходе будет то самое при превышение нуля децибел и кстати именно поэтому если вы сталкивались ну сейчас мы посмотрим у нас клиппинг красным горит только на стерео выходе он не горит на дорожках самих то есть если вы откроете какой-то свой проект где у вас что-то там клипует заходит за 0 децибел вы увидите что у вас вот этот клип левел он окрашен в рыжий цвет а не в красный то есть это говорит о том что лоджик нам как бы намекает что наши уровни не совсем в порядке но это не так страшно потому что вот в лоджике есть вот это самое умное скажем так суммирование и подкапотная работа в довольно больших динамических диапазонах по шкале битовости вот что конечно же играет огромный плюс и искажение можем услышать только в том случае у нас будет перегружаться именно наш выходной стерео канал то есть если мы его там поднимем как-то очень высоко у нас здесь будет уже в красной зоне тогда да особенно как если мы все это переведем в файл в конечный этот файл будет перегружать ну давайте чтобы не утомлять вас разговорами давайте все посмотрим на практике привет коллега встречаем ежемесячная подписка одно видео за 2 рубля все как вы любите много за недорого как тебе такой илон маск полный доступ 24 на 7 к абсолютно всем курсам без ограничений формате ежемесячной подписки как это работает например выбираем тариф живая музыка он состоит из 490 видео уроков на данный момент это 28 курсов вот его содержание с выходом новых курсов они будут сразу добавляться в тот или иной пакет зависимости от тематики и будут доступны сразу же всем подписчикам этого пакета как получить доступ нужно купить подписку на этот тариф нажимаем кнопку купить и мы попадаем на сервис бусти где и происходит вся магия здесь мы уже все подготовили отсортировали по полочкам сделали удобную навигацию все в одном месте жмем подписаться проходим быструю регистрацию по номеру телефона или авторизируемся через любую социальную сеть в один клик выбираем количество месяцев для подписки жмем купить и готова так что шутки в сторону коллега пора обучаться по крупному действуйте прямо сейчас и так я включаю тестовый осциллятор у меня сейчас сразу включен компенсирующий плагин гейн на минус шесть поэтому мы должны услышать сейчас вот в ноль ну как вы слышите то есть у нас идет тестовый сигнал давайте я просто показал что у нас действительно все в ноль приходит не пас несмотря на то что здесь у нас аж на 6 децибел идет за шкал на вот этом канале то но здесь мы видим что у нас все это все равно компенсируется вот этим плагином гейн ровно в ноль то есть прям цифра в цифру никаких дополнительных искажений не появляется никаких проблем не появляется и так далее и давайте я сейчас не буду разметировать стерео аут что просто не слушать этот тестовый сигнал и так все с ним понятно я буду просто включать попеременно здесь гейн и здесь гейн то есть я сейчас включаю еще один гейн вот у нас пошел уже перегруз но я включаю компенсацию и здесь у нас все в порядке здесь при этом у нас остается 30 децибел перегруза то есть это как бы зашкаливание за 0 децибел включая следующие уже 54 здесь включая компенсацию 50 то есть опять же у нас на выход на стерео выход все приходит в ноль то есть не должно быть никаких вот здесь перегрузов следующую включаю пару та же самая история здесь 78 уже превышение здесь ноль еще здесь уже 102 децибела здесь ноль и еще 126 децибел конечно можно продолжать и дальше этот эксперимент но я думаю что вы и так понимаете что к чему и давайте я сейчас ну чтобы уши не томить я сделаю потише выход но все равно там будет в ноль потому что как вы видите здесь ноль то здесь ноль поэтому если я сейчас опущу на минус 6 чисто для записи видео чтобы вы не слушали тестовый сигнал так громко здесь будет минус 6 это говорит о том что у нас полностью выровняно все в ноль то есть как где стоит фейдер там и выходит сигнал то есть это абсолютная норма ну здесь показывается 5 и 9 конечно давайте посмотрим сейчас попробую все таки в ноль опустить поставить ну здесь он показывает ровно ноль то есть ну возможно это ошибка шкалы но суть в том что мы слышим абсолютно чистый звук то есть вот на что хочу убедить ваше внимание как вы знаете если синусоиду пропустить через какие нибудь овердрайвы дисторшны в том числе цифровые то она должна превратиться в такой уже гораздо более резкий искаженный звук с кучей гармоник с кучей дополнительных резонансов давайте поставлю какой-нибудь метринг ну например просто обычный эквалайзер линейный и вот мы видим здесь по его анализатор что у нас просто синусоида на 432 герца и как мы видим что здесь никаких обертонов дополнительных нет потому что если бы у нас было искажение то здесь бы еще были гармоники которые ну либо четные либо не четные которые показывают то самое искажение и именно это и создает ту самую грязь мы слышим как грязь но давайте убедимся лично на этом я отключу сейчас плагин сравним с нашим вторым тестом который напомню в ноль децибел та же самая частота все то же самое выходит сразу на стерео выход и сравним то есть без вот этих всяких вот заморочек с гейном на каналах то есть у нас просто выходит чистый тест-сигнал и давайте просто я их послушаю буду переключать друг между другом ну думаю вы поняли идею то есть абсолютно идентичный звук несмотря на то что здесь у нас превышение аж на сто двадцать шесть децибел и ну я лично считаю что это очень круто для лоджика большой респект движку опять же я всегда говорю что нужно следить за громкостями ни в коем случае ничего не превышать потому что ну все равно в любом случае все вот эти суммирующий процесс они будут работать еще чище и заведомо лучше если вы не будете превышать вот здесь на выходе соответственно 0 децибел но я знаю у некоторых это происходит уже микс собран и многие просто опускают вот здесь мастер до чтобы она там не перегружала или может быть ставить какой-то лимитер здесь на мастер чтобы не было перегруза ну для демки или для того чтобы быстро послушать это в принципе выход то есть как мы видим logic никаким образом не искажает звук на самих каналах и внутри микшера исказиться может только выход уже самого лоджика в систему то есть искажение может вот здесь появиться но все равно почему я рекомендую как бы не обольщаться вот такой гибкостью и тем что logic нам дарует такую небывалую свободу по превышению цифровой шкалы потому что не все плагины так работают потому что здесь я использовал максимально нейтральные utility плагины которые по сути не несут никого ни характера ничего они просто выполняют математические определенные задачи но если вы будете использовать какие-нибудь аналоговые плагины типа waves или еще что-то то с такими уровнями да даже не с такими даже с превышением просто там на 5 на 6 децибел у вас уже например те же компрессоры эквалайзеры будут генерировать ненужные обертона шумы работать неадекватно и я знаю что многие там видят здесь какой-то перегруз просто опускают канал и вроде все хорошо на самом деле забывают что этот перегруз может возникать между двумя плагинами то есть у вас может здесь уже качество звука теряться ну например каким-то аналоговым эквалайзером и аналоговым компрессором аналогом модулирующим точнее и потом вроде опустили вроде вас ничего на мастере не перегружает ничто не происходит ничего не ломается но на самом деле качество звука конечно же портится в такой ситуации поэтому я всегда рекомендую следить за тем самым гейн стейджингом или именно построению громкостей от плагина к плагину от канала к каналу и всегда опять же говорю ни в коем случае не работайте не гонитесь за громкостью на этапе аранжировки или сведения если вам не хватает громкости просто поставьте какой-нибудь максимайзер или лимитер да даже лоджиков ски адептив лимитер на мастер просто выкрутите ручку гейн но хотя бы вы не будете заниматься перегрузкой на самих каналах потом просто перед экспортом его отключите и у вас будет чистый пускай тихий но нормальный микс которым потом можно и на мастеринге работать и так далее а если вы уже сразу работаете около потолка любой мастеринг инженер вам покажет что с этим работать практически невозможно вот поэтому еще раз скажу то есть вывод этого ролика в том что да лоджик нам нас с одной стороны прикрывает как мы видим работает очень круто вот эта фича по суммированию вот такому более высоком разрешении скажем так но не стоит обольщаться и все равно нужно следить за своим workflow то своим процессом работы как вы работаете с плагинами как вы работаете с уровнями что где у вас особенно когда вас много каких-то шин параллельных обработок все это потом может выйти из-под контроля вы можете где-то что-то недоследить у вас качество звука все равно будет так или иначе ухаживаться особенно если вы используете какие-то аналогомоделирующие плагины потому что там они максимально чувствительны к входной громкости и так далее поэтому имейте это в виду но просто вам хотел показать что все-таки logic очень хорошо в этом плане работает насколько это возможно и вот даже с превышением 126 дБ наш исходный наша исходная синусоида звучит абсолютно идентично как та у которой никакого превышения нету ну что ж надеюсь вам этот эксперимент был интересен напишите обязательно в комментариях что думаете может быть делали что-то подобное на других секвенсорах я напомню что я видел подобное только в протулсе и там звук был максимально искаженный то есть на выходе у вот этой самой синусоиды прошедший через вот такие вот манипуляции было кучу обертонов и гармоник то есть что говорит о том что вот это самое суммирование в протулсе она работает не так как в ложике но может быть вы еще в каком секвенсоре видели подобные тесты тоже напишите будет интересно узнать ну и конечно же вступайте в наш telegram чат если вы еще не там подключайтесь подсоединяйтесь задавайте свои вопросы на какие-то интересные вопросы я всегда записываю ролики здесь на youtube канале поэтому свою очередь подписывайтесь на канал ставьте лайк обязательно потому что это нам помогает удерживать канал скажем так в среде интересных для пользователей и оставайтесь на связи с вами был дмитрий урсул увидимся в следующих видео всем успехов в творчестве всем пока а